Девушки отдыхают Здравствуйте, я здесь, чтобы встретить близкого по духу человека, и в этом мне помогут мои подруги Марина и Виктория. Ольга, 29 лет. Служебный роман перерос в брак, но семейный бюджет был раздельным, а работу по дому муж не признавал. Ольга юрисконсульт в государственном учреждении. Катается на горных лыжах, общается с друзьями и путешествует на автомобиле. Мечтает построить загородный дом и завести большую собаку. Предупреждает, что никогда не устает. Ольге не нравится мужчина без высшего образования. Выйдет замуж только за волевого и решительного человека с яркими чертами лица. Василиса, есть тебе что рассказать про невесту? Ну, с чего бы ты хотела начать? Я бы хотела вот узнать, почему к такой прекрасной натуральной блондинке с зелеными глазами прилипает всякое неправильное в виде мужского пола. На самом деле неправильное. И если бы астролог рассматривал ваш гороскоп пару тысяч лет тому назад, он бы сказал, что у вас вообще нет шансов хорошо выйти замуж. Потому что светило соединение Солнца и Луны в квадрате сразу с тремя вредителями. Со слабым Сатурном, Марсом и Юпитером. Это значит, что действительно, те мужчины, с которыми вы встречаетесь на жизненном пути, не представляют собой чаще всего особенной ценности. Поэтому, во-первых, здорово, что вы у нас. Эффектная, эффектная. Нравится? Да, да. Во-вторых, вам нужно внимательно присматриваться к каждому жениху и к каждому мужчине, который готов и рад с вами строить именно серьезные отношения. Не просто какие-нибудь отношения. Ну и в-третьих, могу сказать, что традиционные отношения, традиционная семья не для вас. Именно потому, 2000 лет назад, вы не могли выйти замуж, потому что не смогли бы подчиняться мужчине, безраздельно ему принадлежать. Патриархат полный абсолютно не для вас. Хоть вы и хотите мужчину себе волевого, серьезного, активного, ответственного, не сможете вы такого совсем вынести. Вообще, девушка, которая склонна прическу свою вот на одну сторону садить, это такая скрытая кокетка. А тебе как невеста? Ну, мне, конечно, нравится невеста, которая, ну, такой редкой красоты. И, надеюсь, натуральная блондинка, и, надеюсь, зеленые глаза, это не линза у вас. Нет, родная. Какая разница? Какая большая разница, интересно? Потом жених ляжет по стилю, она начнет эту линзу вытаскивать, а там, извините, не те глаза вообще. Как-то разница, большая разница. Но зато, конечно, возраст критический, но зато она с приданным. Тигурка хорошенькая. То, как я люблю. Скажите, а почему мы с мужем-то был бюджет раздельный? Просто так получилось изначально. У него было очень много долгов. А знали, когда вы ходили замуж, что с долгами берете? Не совсем. Это как бы многие моменты раскрылись в браке. А на что были долги, кстати? Ну, в основном это были кредиты. Может быть, она девушка проблемная, и она хочет найти мужчину, который будет закрывать его долги, там, сидеть у него на шее, так скажем. Для него вообще, вот, главное сейчас, всю секунду, побежали, взяли кредит, а потом как мы будем расплачиваться, неважно. Ну, он ухаживал за вам, сделал какие-то подарки. Да, делал. Тоже, наверное, в кредит. Ну, как оказалось, потом, да. А свадьба была? Свадьба была. Зачей счет? Делили пополам ресторанные расходы. Это мои родители и он. Вот смотрите, девчонки, ведь бывает же так, что мужчина, когда хочет завоевать девушку, он идет во все тяжкие, занимает, отдает последнее, а потом в браке расслабляется и думает, что он все же завоевал. Дальше-то зачем? Ну, в принципе, так, наверное, было. Ну, а вас сильно это напрягали его долги? Или, может быть, он отдал бы себе потихоньку? Нет, но когда просто отношение человека изменилось. Ну, смотрите, Оль, на Западе, в принципе, нормально, когда бюджет раздельный. Я не против раздельного бюджета. Так он на ее бюджете, я так понимаю. Просто он жил в основном на моем бюджете. То есть ей дошли 35. Я думаю, 35, там даже чуть-чуть больше. Ну, нет, ну не 35, конечно, нет. Ну, больше 35. Ну, глаза, конечно, видно, что такая уже она. Потасканная. Давай послушаем, что она вообще говорит. Отчего он так бедный уставал, что ездил один отдыхать, например? Просто он не любит те виды отдыха, которые люблю я. Он не любит море, как выяснилось. Любит снег, потому что ему жарко. Да, он любит снег. Хотя мне, что снег, что море, я везде могу. То есть он подскуливал все время под жарким солнцем, что вот, сейчас бы хорошо в Финляндии были, в Исландии. Типа того. Ну, ясно. Ну, и пошли бы мы навстречу, где-нибудь средняя полоса России вас бы устроила. А я и шла. Я во всем шла навстречу. В какой-то момент просто надоело. А уставала от чего? Ему было тяжело жить не в своей квартире. Ну вот, видите ли? Но проживание в его квартире мы тоже попробовали. Ни в чему хорошему не привело. Почему? Там ему тоже не нравилось. Он не мог найти себя, потерялся. Но глаза не блестят у нее. То есть такие пустые глаза у нее, уставшие, замученные. То есть радости от жизни у нее нет. Я не вижу этого. Ну вот что вас перестало устраивать? Прямо конкретно. Вот до свадьбы прошла забота друг о друге и понимание. А ребенка родили? А до этого было нет. А за что вы его любили? То есть за что он вам понравился и вы были готовы взять его в мужья? Человек сначала создал какую-то сказку, которую потом сам разрушил. Вот и все. Нет, как личность. Ну что вам нравилось в нем, как сказочный? Например, вам нравились его бицепсы, а потом оказалось, что они накладные. То есть ну что было сказкой? Поначалу человек проявлял интерес, заботу, он воспевал себя. Ну это все понятно, да? Ну, Олечка, вы же с легкостью нашли себе замену после того, как расстались. А он хотел ведь вернуться. Мы шли к разводу больше, чем полгода. И за эти полгода у вас образовались новые отношения? Которые шли ко мне тоже не сразу, а человек тоже меня добивался полгода. Параллельно, конечно. Получилось параллельно. Но мы не общались. Но это ускорило ваш развод? Нет. Я думаю, что она еще не готова к семье, скорее всего. А с этим-то возлюбленным почему не склеилась? А здесь, наверное, человек остается в возрасте 18-летнего мальчика, который не хочет меняться для чего-то серьезного. То есть ему нравится легкость того бытия, которое есть на данный момент. Это же здорово. Это же здорово. Мне тоже это нравится. Невыносимая легкость бытия. Но только он не хочет ни семью пока, ни детей. И, соответственно, каждое отношение, они проходят так. А сколько вам, кажется, должно пройти времени, чтобы мужчина захотел ребенка от конкретной женщины? Ну, смотрите, вы были после развода. А у всех по-разному. Ну, вот вы были после развода. И я поняла, что у вас возраст подпирал, а он, наверное, хотел еще к вам присмотреться. А я не скажу, что я сразу детей хотела, как только мы начали встречаться. Дети – это итог отношений. Не только, а... Жениться он вам предлагал или нет? Нет. А, ну вот поэтому. А сколько протусовались-то? Два с половиной года. Ничего себе! Только все равно, когда сначала встречаетесь и встречаемся, и нам нравится, и все обоюдно и взаимно, то почему-то в какой-то момент все равно получается, что раз – и разваливается. То есть вот как-то, чтобы не развалилось, нужно очень постоянно над этим работать. Да. А вот как вы видите себе именно серьезного мужчину? Что он должен будет в отношениях теперь уже точно? На самом деле я сами отношения вижу как партнерские. То есть каждый человек – личность, которой, по сути, мы никто никому ничего не должен. Мы просто должны совместно как-то идти по жизни. Нет, нет, это во время женихания. Вот просто мы вам подсказываем, Олечка, чтобы была семья счастливая, нужно просто вот все проговаривать. Ну и язык же для этого вот сесть с утра и сказать. Значит, ты с работы привозишь хлеб, а я тебя жду уже там, натерев, не знаю, полы. Ну как-то вы должны об этом обязательно говорить, потому что нам кажется, женщинам, что мужчины и так должны все считывать, но они не умеют. Не, ну то, что мужчинам надо говорить, они многие тупые, им надо в лоб все говорить, я хочу то-то или то-то. Многие обижаются, многие же думают, что женщины хотят сесть им на шею и ничего не делать. К сожалению, вступая в брак, очень хочется думать, что ты любишь человека, человек любит тебя, и вы оба будете делать все друг для друга. Так не бывает никогда. И опыт говорит, что один относится более ответственно, начинает взваливать все на себя, а второй садится на шею и начинает свешивать ноги. Поэтому вам очень важно, на самом деле, мужчине продекларировать свои требования. Например, мне не принципиально, что ты по субботам ходишь с друзьями в парилку обязательно, но мне принципиально, чтобы ты каждый день не притаскивал двухлитровую бутылку пива и не выпивал бы ее на моих глазах и на глазах наших детей. Или мне принципиально, чтобы ты зарабатывал, а все остальное работу по дому буду тащить я. Или наоборот, мне важно, чтобы ты мне помогал, потому что я тоже собираюсь работать и не считаю себя придатком к плите. Об этом важно сказать сразу. У нас идет война сейчас между женщинами и мужчинами. Просто вот, женщины перестали любить мужчин, а мы перестали любить женщин. Конечно. Оль, какие ошибки не повторите в будущих отношениях? Точно, вот, ни за что. Молчать не буду ни в чем. Я смею заверить здесь присутствующих, что вы не особенно молчали в вашем первом браке. Давайте скажем честно. И все претензии вы сказывали на чистоту. Вы активная спорщица и, конечно, уж точно не замыкались и не носили это в себе. Более того, у вас брак был не такой уж долгий, по-моему, 11 месяцев? Ну, или около года вы прожили вместе? Почти два года. Почти два года. И вы говорите, что из этих двух лет вы полгода только шли уже к разводу. То есть, фактически, вас не на так уж долго хватило. Я не говорю, что вы должны были мучиться с вашим супругом, но фактически полтора года. А вы же выписываете нам какие-то страдания о том, что и кредиты он отдавал, и ездили вы из квартиры в квартиру. Не сразу начались, а потом, к чему привело все к разводу. И взгляд, смотри, вот там опрещурирует, и шея немножко. Ну, высокомерное. Это чисто, да, такое вот немножко, как бы, а на сверху, как бы, а вы снизу. То есть, вот это вот. Вот активность ваша в чем проявляется? Что вы такого сделали полезного для общества? Куда вы свою энергию направляете? Мне нравится заниматься фотографией, да? Мне нравятся автомобили. Активная это фотография, как ты любишь. Да? Мне нравятся автомобили, мне нравится проводить время с друзьями, ездить на природу. Просто у меня крайне редко бывает состояние, когда я прихожу, и могу сказать, что я устал, и мне ничего не надо. Теперь скажите, пожалуйста, а для брака какая польза может быть от всех этих ваших детей, которые перечислили? Мне хочется окружить человека заботой, вниманием, теплом. То есть, вы будете фотографировать, поскольку любите на природе, фотографируете будете на природе. Ну, это что вы? На работу. Ну, это не обязательно. Знаете, вот один плюс, который услышала в вашем рассказе о себе. Вы хотите детей. Это здорово, и это уже 50% веры вам в то, что вы хотите замуж. Давайте будем сейчас искать мужчину, такого, который вас сделает более конкретным. Вот все эти ваши тайны, он просто вот вытащит на свет. То есть, вы ему доверитесь и раскройтесь, потому что пока вы как-то так где-то очень глубоко в себе. Хорошо? Хорошо. Это что-то, значит, она действительно или ищет то, чего еще нет, или ей как-то надо... Не, ну, года-то уходит это. Ну, года уходят всегда, да, и у всех. Самый большой подарок, который могла бы сделать себе женщина – сознание того, что вы можете быть любимой и достойной этой любви, и достойной хорошего человека. Вот сегодня хочу как раз рекомендовать такого мужчину, который, с одной стороны, был бы неплохим учителем для вас, чтобы давал направление, и при этом, ну, пускай вас туркнет на него в конечном итоге. Но не так, чтобы снос крыш произошел. Самооценка у нее понижена немножко. Комплексы есть, однозначно. Комплексы есть. Олечка, я вам, знаете, что хочу сказать? Не всем мужчинам нравятся простые, открытые, заботливые, хозяйственные, понятные женщины. Есть мужчины, которым нравятся холодные, недоступные, непонятные, вот такие, как вы, скрытные. Поэтому не пытайтесь подделаться, подстроиться под мужчину. Я думаю, что вам встретится тот мужчина, который захочет вас разгадывать, которому понравится ваша эта отстраненность и холодность. Вот, поэтому я за то, чтобы вы были сегодня естественные, но при этом любопытные. Вам же с мужчиной жить. И поэтому задавайте вопросы, которые не нам понравятся, чтобы сказать, смотри-ка, смотри-ка, какая умная, а которые вас на самом деле интересуют. А вы, девочки, поскольку пришли, помогайте своей подруге, хорошо? Ну так, тебе, конечно, понравилось девушкам? Понравилось. Знаешь, я до этого встречался, ну не знаю, с обычными, простыми девушками. А это что, не простая? В любых отношениях нужно стараться, подлаживаться, нужно стараться угодить, нужно одновременно с тем ярко заявлять о том, что вам не нравится, о своих претензиях, о том, что вы хотели бы, только делать это нужно мягко. Ярко, это не всегда громко, не всегда с кулаком по столу. Вот тогда все получится. Спасибо. После рекламы женихи проявят свои лучшие качества. Оцените их вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Ольга. Идите, встречайтесь с первым женихом. Удачи. Здравствуйте, Ольга. Я Габриэль. Я надеюсь, там будет о чем-то говорить. Очень приятно. Спасибо. Проходите. Прям ниже ее роста. Она еще такая улыка. Она искала же вроде высокого. Здравствуйте, Габриэль. С кем вы? Это Надежда, моя подруга. Очень приятно. Давайте вас посмотрим. Мы знаем вас лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ Габриэль. 36 лет. Звукорежиссер, фрилансер. Пишет музыку, стихи, играет на гитаре, поет, снимается в кино. Мечтает стать футбольным тренером. Предупреждает, что его невозможно приручить. 14 лет Габриэль безответно любила одну единственную женщину. Внимание и подарки она принимала, но близко к себе не подпускала. Надеется, что с Ольгой он сможет забыть свою первую любовь. Все ли так, как говорит Габриэль? Да. Они женаты до сих пор, потому что не очень-то хотелось жениться, если говорить откровенно. 14 лет – это очень романтично. Но на самом деле есть тип мужчин, которые не испытывают потребности именно в браке, как в совместном проживании, в ведении хозяйства. Хочется любить, быть любимым, испытывать это прекрасное чувство. Женщин выбираете красивых по-настоящему, и вкус у вас хорош. Но при этом представить ее с поварешкой на кухне как-то болезненно. И вот то, что касается бытовых сторон жизни, уже очень сложно. Это квадрат между Луной и Венерой. Увы и ах, мужчина, созданный для любви, но не очень-то пригодный для брака. А тебе нравится жених? Ну, нравится, не нравится. Дикий покой. Приручить его нельзя. В семье тогда как. Ну, мне нравится, что однолю. Значит, налево бегать не будет, собственно говоря. Так что, может быть, стоит присмотреться на этот нему. Какой-то своеобразный. Как и манушка, дурачок такой. Габриэль, и откуда такое имя? Ну, мама так называла. Говорит, что когда я родился, был очень красивый. Она там придумала такое имя. А мальчишки не дразнили в школе? Ой, у меня с этим именем, конечно, всю жизнь история. Ну, как, как, да? Кто-то не может повторить, назвать. Ну, всякое было, конечно. Меня бабушка, там, однососедская, в детстве звала Райка. Я плакала, говорю, почему Райка-то? Раиска. Я говорю, я Лариска, Лариска. Она говорит, я ей говорю, Раиска. Раиска, Райка. И вот она вот всю жизнь меня звала Райка. Ужас какой. Вот, представляете, а вас она там никак, бабушка какая-нибудь там не дразнила? Вы знаете, у меня была история, я работал в свою бытность еще в молодости, работал в Булочной. И у нас там работало две совершенно шикарнейших бабушки. А когда они узнали, как меня зовут, я стольких вариантов еще не слышал своего имени, на самом деле. Ну, Самаилин. И Ариэль, и Абридель, и как только меня не открывали, и, господи, боже мой. Я говорю, ну, я им просто простил, вот, и потом они, а покороче, можно как-то? Ну, вот я им сказал, ну, называйте меня Габи. Они меня называли Габрюша вообще, вы знаете? Понятно. А вот та девушка, в которую вы влюбились, совсем маленькую девочку, сколько вам было лет? 22 года. А, ей? 16? Да. А что может связывать 22-летнего парня здорового с маленькой 16-летней девочкой? Вы знаете, когда я ее увидел, причем это произошло совершенно... Вы подумали, ей 42. Удивительно? Нет, не в этом дело. Я вообще ничего не подумал. Просто когда вот увидел, я понял, что все. Вот, знаете, бывает, наверное, такая искра какая-то, что ли, щупчок просто в голове. Когда человек просто сходит с ума. А когда вы ей раскрыли свое сердце? Ну, не сразу. Где-то года, наверное, через три. Я общался с ней. А эти общались в качестве кого? Вот вы в дом были вхожи в качестве... Ну, я тогда работал на фирме, мы занимались косметикой всевозможной. Вот. И я, скажем так, я их подсадил на эту косметику, и она мне сама звонила даже по телефону, заказывала все эти вещи. И в маме ее, наверное, даже папе пенку для бритья так... Конечно, конечно. И все это бесплатно, конечно же. По невесте не видно, что у нее есть какой-то интерес к нему. Не, ну сидит, слушает. Ну, куда она денется сейчас? Она же не встанет и не уйдет. Ну, и она вам что сказала? Нет, Габриэль, вижу в тебе друга, но люблю Петьку из 9-го года. Она действительно на тот момент уже встречалась с молодым человеком, который до того и оставил, бросил. Вот, мама даже сказала ему, чтобы на порог не приходил больше. Ну, это детские все штучки-дрючки. Кто-то кого бросает, кто-то с кем-то там на порог не пошел. И в итоге потом... Хорошо. Вы смотрите, она потом закончила школу, стала взрослой дамой. Ну, она потом училась в институте. А вы продолжали с ней все это время общаться? Я стал другом семьи. Смотрите, то есть были моменты, когда я там чуть ли не жил у них уже. А ее не тяготило, как вы думаете, ваше присутствие? Я думаю, наступил момент, когда стала тяготеть. И что она вам сказала? А вы знаете, она только человеку, она вообще никогда ничего не говорит. Она иногда показывает какими-то поступками. И, в принципе, мама была тем буфером между мной и ней, который расшифровывал мне. Понятно. Это как, если хочешь завоевать женщину с ребенком, начни быть более внимательным к ее дитю. Делай подарки, устраивай его там в школу. И женщины не железные, сердце их тает. А так живы решили через маму. И никто-никто вам не нравился за эти 12 лет, кроме нее? То есть вот ты с кем никому больше не прибежал? Нет, ну почему? Есть же много красивых женщин и девушек. Ну то есть лет здоровья у вас были, да? А вы девственник? Нет. А то же очень похоже на него. Да. Какая разница? Настолько чистый. А справиться он с такой красавицей-то? А у вас были, да, отношения со взрослыми женщинами? Были отношения, конечно. А она знала о них? Ну, я думаю... Кстати, а вышла замуж-то, ваша любовь? Она сейчас помолвена. Уже, ну, вроде как год. Да, может, он уже свое отлюбил, а у тебя как раз все впереди. Ты, может быть, сейчас как раз вот... У меня всегда все впереди. Я вам хочу сказать. Вы знаете, много прелести с реальной женщиной, если вы ее будете любить. Тоже можно найти всякое, хотя вы из-за того, чтобы она была девственной душой. Это вы сейчас объясните, что такое девственной душой. Да, кстати, что это? Ну, когда человек, понимаете, он чист от всевозможных вот этих мирских помыслов, у нас же есть душа у каждого, да, и желательно, чтобы она была чистая, светлая, теплая. Потому что человеку, ему необходимо тепло. А вы ее как различаете? А я чувствую, я очень чувствую. У меня вот интуитивно и какой-то, не знаю, может, это дар божий тоже, опять же. Я очень чувствую людей. Я чувствую Аллу. Тепло от него исходит или нет? Моментально причем чувствую. А от меня что исходит? Тепло. О-о-о. Под ластиться решил. Ну, а как же, не задать на этот вопрос. Подмазывается, подмазывается. Ее из жениха скоро искать будут. Она интересуется. Теплая гитара. Так, в целом, она мне не очень, если честно. Внешне она приятная, но очень высокомерная, такая даже руку тебе не подала, в принципе. Девочки, вам понравилась Габриэль? Нет. Почему? Ну, какой-то нецелеустремленный. Абсолютно непонятно, чем этот человек живет. То есть, помимо увлечений, это понятно, это все замечательно. Чем зарабатывает. Чем зарабатывает, да. То есть, если человек хочет завести семью, на что он эту семью будет кормить. Опять началось вот это, на что кормить. Да, да, да. Но это не твое дело, на что кормить-то будем. Он, скорее всего, нестабилен в плане каких-то жизненных позиций. Да, любил девушку много лет, это потрясающе. Но жить только одними чувствами прекрасно. Ну, прекрасно, но ничего не может он предложить такого, кроме вот своих чувств. А меня еще меркантильно обзывают. Чистолюбие, высокомерие, самовлюбленность. И при этом это, в принципе, же все из-за комплексов. Человек таким становится, когда у него нет любви, и у него комплексов куча, понимаешь, внутри. Вот, все, от этого все идет. Есть такие противные слова, как лузер, вы понимаете. Да, мне не хочется их употреблять, но в 36 лет, конечно, нужно уже быть, если ты мужчина, если ты называешь себя мужчиной. Меняться, наверное, под действительность, под сегодняшнюю. Ну, что делать, иначе ты будешь предметом насмешать всегда. Лошара, лошара. Нет, не было просто мусора. Ничего не может, да. Не было человека рядом, который хотел бы, чтобы вместе подниматься, вместе зарабатывать. Современному человеку очень сложно допустить, что кто-то живет не ради бабла в этой жизни. Вот он живет не ради бабла. И вам, девушки, сложно это допустить и принять. Человек жил для чувств, и действительно для них был расположен. Есть свои сложности, потому что женщину в образе жены не сможет принять. Но тут вопрос ни материального достатка, ни его, ни будущей его семьи вообще. Ну, мне она не понравилась абсолютно вообще, никакая. Холодная. Да, пустая. Вот она не зря сказала, вот я не зря это просто сказал, что вот тепло. И о них, я же сказал, от них идет тепло. А она холодная. Новое знакомство через несколько минут. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Ольга. Идите, встречайте второго жениха. Очень приятно. Смотрите, Николай. Очень приятно. Спасибо. Он какой-то это, худенький, худенький, да? Здравствуйте, Коля. Вы с кем? Я с подругой. Мы с ней знаем друг друга с детства. С четырех лет где-то. Ну, а подробнее узнаем, если посмотрим на экран о вас. Николай, 26 лет. По образованию социальный психолог. Сейчас в поиске работы. Любит наблюдать за людьми. Мечтает занять руководящую должность по управлению персоналом и открыть благотворительный фонд. Николай был готов принять грудного ребенка своей возлюбленной, но в их отношения вмешались родители с обеих сторон и запретили им встречаться. Надеется, что к сердцу Ольги у него не будет препятствий. Василисин, расскажи о Николае. Можно я вас перевью немножко? Подарить вам хочется сувенирчик для проекта, как символ вашего проекта. Ой, спасибо. Куда вот, спасибо большое. Приятно. Да, забери себе, Василис. Да, да, да. Ой, забери себе, Роза. Себе надо это. О, я заберу себе. Роза же не замужем, ей надо выходить. Вот пускай ей пригодится. Соединение Луны с Нептуном. Самый настоящий мечтатель. И мечтатель в том, что касается женщин тоже. Поэтому мне бы хотелось сегодня услышать конкретики от вас в том, что касается этого вашего надуманного образа. Придуманного образа. На удивление есть те же самые элементы, которые в гороскопе Габриэля, которые говорят, да, вы любите женщин внешнеэффектных, красивых, на красоту падки, она вас цепляет. И изначально для вас кажутся близкими и родными те образы женщины, которая немножечко холодна, отчуждена от вас, которая не сразу бросается в объятия. А потом постоянное партнерство, постоянное супружство вы себе представляете как уже очень-очень серьезные отношения, в которых муж и жена, ну, в крайней степени друг перед другом ответственны. А два эти образа очень редко уживаются вместе. Как тебе жених? Ну, чужених он. Высокий, кстати, по росту его нашей невесте подходит. Неплохо, что психолог. Значит, в семье скандалов мало будет. Ну, а то, что молодой, ну, подольше проживете с ним. Говорят, они умирают быстро. Кто? Психологи? Ну, если она будет старенькая, будет подпитываться от него молодым телом, скорее всего. Коля, а где угораздило-то вас найти девушку с двухмесячным дитем? В интернете, как и большинство ищет. Там нашел девушку, познакомились, начали переписываться. Как потом оказалось, она в момент, когда мы ознакомились, находилась в больнице. Рожала. Молодец какая. А кто, от кого родила? Она родила от мужа. Они были в браке, находились в тот момент. Восемнадцать-то лет? Восемнадцать лет, да. И вот она прямо там в роддоме, между кормежками, в интернете искала себе Колю. Наверное, так и было. А за что ее полюбили? Не знаю, просто мне было приятно с ней общаться, на самом деле. А почему ваши родители были против? Ну, ваши-то понятно. А ее-то родители, казалось, на дочку устраивали. Ну, там очень сложная ситуация с мужем, с ее предыдущей. Какая? Ну, то, что он выпивал, не работал практически. То есть брак был первый скоропалительный? Первый, да. Она думала, что она просто родит ребенка и будет семья. А вы бы взяли ее с детем, если бы не родители? Ну, если бы все сложилось бы хорошо, то есть, если бы, наверное, не мешали, возможно... А куда бы вы ее привели? Ну, привел бы квартиру к себе. Николай, вот когда у меня родился первый ребенок, я очень много работала и оставляла его на нянек. И в сказке я ему рассказывала, у нас был такой с ним придуманный персонаж, добрый волк Коля. И это был целый сериал, потому что этот Коля, который пришел к нам в дом, когда меня дома не было, он практически моему ребенку заменил мать. Вот он с ним ходил в детский сад, отводил, во что бы ни пугались, он надевал мое пальто, там шапку, очки темные. Никто не знал, что это волк. Ну, и потом меня посылали. Это была целая серия. Вот такой был добрый волк Коля, который был вот и мамой, и папой, и моему дитю. Вот вы мне напоминаете того самого волка, который живет для мамы, для папы, для какой-то девушки, для ее ребенка, но не для себя. Я не боюсь замарать рук, на самом деле, поэтому мне не трудно делать что-то ни по дому, ни какие-то выполнять обязанности, просьбы, почему не помочь людям. Потому что они мне помогают потом. Вот вы такой хороший парень, а девчонки пользуются тем, что вы добрый, открытый? Пользуются. Нет, парень хороший. Пускай молодой, но все равно хороший, образованный, видно, что высшее образование. Что вам мешало во второй вашей истории с девушкой признаться ей в любви? Ведь она так ждала от вас этого слова. Второй это какой именно? Вот который вы не признавались в любви. Интересно. А, все вспомнила. Ой, Дулан, 26 лет, что хотите? Дулан, 26 лет, 4 серьезных отношения, нормально, по два года. Ну, просто, не знаю, не мог на каком-то внутреннем уровне, понимал, что что-то не хватает, чего-то для отношений, для создания семьи. То есть не мог. То есть общались, время проводили, но... Да нет, жили вместе. Мы жили вместе 10 месяцев. До этого встречались где-то год. А что вас в ней раздражало? Вы же ее привезли из деревни, да, откуда-то? Ну, она не... Ну, грубо говоря, да, из деревни, с Архангельской области. Да ведь вы же ей, наверное, что-то обещали. Ну, как ее выдернуть из дома? Ну, не, было-то тогда. Конечно, Колька стирала, гладила, убирала. Я не знал ни, что это такое, ни этой кухни не знал. А когда с ней расстались, как ей объяснили, куда вот ей было идти? Вы знаете, процессор с вами тоже был длительный достаточно. Где-то, может, месяца 3-4. В течение всех отношений, всего совместного проживания мы как бы часто разговаривали на различные темы. На ту же самую тему, что я не могу признаться в любви, по каким причинам. А вернули ее потом обратно? Ее? Обратно? Нет, вы знаете, я если завершаю отношения, то завершаю. Куда вы ее вернули? Куда она из вашего дома ушла? Она уехала к себе. Нет, вы не добрый, Волк Коля. Поматросил и бросил. Она сама виновата, что она ее поматросил и бросила. Я думаю, что она ничего не давала ему, и все. А что для вас вообще отношения были? Каждый, вы говорите, да, по два года, так, это как, знаете, в магазин за пижаком сходили, да? Носил два года, надоел, обратно отнес. Как примерочное отношение. А опыт как набираться-то? Я серьезно относился ко всем своим девушкам. Я серьезно любил. То есть где-то передавали меня, где-то я не мог сказать, что я люблю. Но в всех отношениях я делал то, что вот все, что старался делать, что от меня требуется как бы. А в чем тогда серьезность? Я не могу сказать, что я люблю. Создание отношений – это сложная штука. Там все надо учитывать. Семейный быт – это когда добавляется быт в доме, это тоже усложняет свой процесс. Ну, я думаю, он ее может вылечить еще как психолог, мозгею вправить. А ему это надо, Надя. Мозгею вправить. А ему это надо, вот это я понял. Не, ну мало ли, может, что он захочет. Да на таких тратить свою энергию. Зачем? Ну почему? Я тебе умоляю. Нет. А, Николай, а вы самый дорогой подарок, вот какой дарили девушке? Что это было? Украшение. Что бы вы считали уместным и правильным подарком, ну, например, на первые полгода или год знакомства? Я сам по себе донор, а то, что как… Кто-то? Что донором считаю. То есть я люблю дарить себя. А, вы донор. Кровь тоже отдаете. Есть у меня желание сходить отдать кровь. И, собственно, я даже, может быть, организовать это в институте как-то группово, ну, с группой сходить. Один кровь отдать не хочет, группа идет. Коллективно. Покажите сюрприз, который приготовили. Так как я знаю, что девушка очень любит носить высокие каблуки, собственно, то хотелось бы это подчеркнуть. Вот. Так вот, изящненько. А там что-то есть? Что-то есть? Да. Ну, пусть он б уж сама посмотрит. Руки прочь, подставку под украшение без украшения не дарят. Что, шампанское будем пить и стуфельки? Это чек, что ли, для возврата? Нет, это сережки в виде туфелек. Очень милые, очень красивые, спасибо. Ещё не подойдёт, пойдём вернём. Ну ладно, спасибо вам большое, ребят, проходите. Понравился вам жених? Такое заявил о себе, я должна признаться, прям заявил. Психологом сразу видно. Настораживает. Вот это его лёгкое отношение. Вроде как и серьёзно относится. Ну так вот это вот по два года. А что вы хотите, он молодой парень. Ему нужно было в 10 классе жениться, что ли? Ну нет. Ну, Женя такой молодой. Да и вы, ну, вы, ну, замужем побывали. Вы старше его, между прочим, на три года. Некоторые насмерть раз в две недели влюбляются в 18 лет. И ничего. Ну, не 18, а 26 уже. Роза? А чё, я бы рассматривала, Николай. Молодой, молодец. Расстарался. У нас женики приходили, которые говорят, а извините, а чё это я должна на первое свидание, я её вообще первый раз вижу. Ещё цветы тут таскать надо. А он, гляньте, и серебро, чистота намерения. И главное, правильно положил его. Если что, поменять можно. Нравится мне, Николай. Ой, хороший, хороший. Знаете, чё, молодой, нравится? Хорошо, глянь, Оль, пробросаешь таким женихом-то. Вот, Роза молодец, она за нос. Есть люди, которые пытаются пустить пыль в глаза, рассказав, какой я тут замечательный. Тут даже вот задаривая сразу, там, я не знаю, подарками. Да и что, подарочка? Ну, давай сюда, назад. Я просто говорю, что сразу кидаться на то, что вот он прям прекрасный принц, не стоит. Ой, он не прекрасный принц. Женщина, не поймёшь. Не дарят им подарки. Им не нравится, что ты мало удеряешься. Я не дарил, чтобы пустить пыль в глаза. Я хотела индивидуальность подчеркнуть. Тоже, смотри, тоже нет. Вот он сразу мне подарил подарок, значит, он решил пустить пыль в глаза. Вообще, да не поймёшь. Он обычный парень для обычной жизни. Если вы думаете, что в браке это бесконечные фейерверки, это когда партнёры друг друга чем-то удивляют и поражают, так далее. Вообще, в браке, мне кажется, большое счастье, когда тебе партнёр удобен, когда с ним удобно жить, растить детей, когда вы мало скандалите, потому что у вас мало причин для скандала, когда вы приблизительно понимаете, как воспитывать детей, тоже мало споров по этому. Так что Николай, мне кажется, для жизни очень даже хороший парень. Мне кажется, что пока ещё оттенок его молодости и характеристика его знака весы. Он слишком много даёт неоправданных авансов. Вроде бы впрямую и не говорит ничего, впрямую и никаких долгов на себя не берёт, но слишком много знаков даёт символических женщин. И удивительно, что психологическое образование его пока от этого не оградило. Но мне кажется, что с возрастом он научится понимать, что есть какая-то граница. Что если ты девушку берёшь под локоть и шепчешь ей что-то на ухо, и говоришь, как она тебе нравится, и ты приглашаешь её к себе жить, это как минимум значит, что она может на тебя серьёзно рассчитывать. Мне кажется, ей нужен какой-то мужчина, которого я не знаю. На руках её что ли носил. Впереди у нас третий жених, и выбор своей судьбы не пропустите. Вы сможете давай поженимся, и я предлагаю Ольге встретиться с третьим женихом. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Хочу вам подарить эти розы, жёлтые, как символ богатства. Спасибо. Спасибо. Смотрю, очень добрый, спокойный. А что мы все-таки подобрались, видишь? Специально для неё. Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. И с кем вы? Моя знакомая Ирина. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Андрей, 37 лет. Реставратор мебелей, фалерист и грибник. Занимается лёгкой атлетикой, сейчас увлекается садоводством. Изучает историю русского флота, мечтает создать родовое поместье. Предупреждает, что не простит измену. От первого брака у Андрея осталась дочь, от второго старый кот, которого бросила жена, тайком съехав с квартиры. Надеется, что Ольга всегда в ответе за тех, кого приручила. Василиса. Бывают люди, которые нуждаются в дружбе со стороны партнёра. И вот наш герой именно таков. Но поскольку до сих пор он до своего уже достаточно солидного возраста жил страстями, влюблялся, ну что, в общем, наверное, для молодого мужчины правильно, но никак не обретал в своей жене надёжного друга для себя, именно друга, с которым мог бы общаться на одном языке. Вот как только это произойдёт, я думаю, что сразу кого-нибудь осчастливит и сам станет счастливым. Но нужна именно женщина-подруга. Та, которая не будет давлять над ним, не будет командовать. И одновременно будет достаточно свободна от него самого. Никого на шею взваливать на свои плечи он не собирается. Как тебе жених? Слушай, жених хорош. Уже состоявшийся мужчина. Москвич, что хорошо. Значит, прописка есть московская. Дом, сад. Да? Да. Нравится мне, что с мебелью вы в это вот делали хорошо. Такая экономия, выбрасывать ничего не надо. Раз отреставрировала, да ещё и денежки, собственно говоря, будет. Он простой. Он простой для неё очень. Простой? Да. Он простой. А тут все простые получились. Не сможет её содержать то же самое, как и остальные, так скажем. А что там произошло с вашей женой? Она просто как у Чехова в вишневом саде фирса оставили в доме, так и ваша жена бывшая, кота девятилетнего, уйдя, бросила. Поехала к её маме в отпуск. Мама просила это. Ей надо было с полами помочь в доме это. Перестелить их это. Вот пока находился неделю там, занимался этой работой, возвращаясь назад, ни жены, ни вещей нет. Только старый кот мяукает. Да. И кот же её был. Ну она заводила его, да, вот оставила. Какой ужас, так это не по-женски. Да и просто предательство. Представляешь, что муж поехал стелить полы твоей же маме, а она собрала вещи и быстро смыла. Нет, сам такой ещё интересный, такой-то знак был. Когда туда ехал к маме, сломался автобус. Это прямо-то как будто свыше говорили-то, что останется здесь, в Москве. Приехал туда, приснился сон, что она уходит. И на самом деле так и получилось. Что между вами происходило? Да в последнее время мы жили так уже, ну как сосед с соседом уже таких. Почему? Вы выпивали? Нет. Отношений таких уже не было, потому что, ну, меня интересовала работа, зарабатывание денег, а её как бы цепили. А вы домой приносили эти деньги? Конечно, домой. Я занимался готовкой, потому что она готовить не умела. Опа. Ну то есть вас раздражала её вот эта деревенская стрипня, да? Да, да. Ну если вы хотите, деревенская стрипня, это же здорово. Сейчас все великие кулинары возвращаются к истокам, хотят есть деревенскую, простую, обычную еду. А ты когда-нибудь ела деревенскую стрипню? Я ела, когда суп и второе в одном флаконе. Не пробовала я? Нет. Вот. А в этом смысле, да? И говорят, не доедайте, потому что остатки ещё курям должны пойти. Свиням, свиням. Да, спокойный, уравновешенный, видный человек. Самое главное, чтобы он не пил. Обаятельный, кстати говоря, вот из всех вот он... Ну мне сейчас такая, самое главное, чтобы он не выпивал, потому что мне кажется, что такие вот с таким типажом могут выпивать. А что она делала-то по дому-то? Да практически ничего и не делала. Ну а в постели, может, нормально было? Да и в постели в последнее время уже. Ну в общем, вы ей высказывали своё недовольство. Естественно, я высказывал, её это коробило. А она не говорила, ну найди себе повариху, который будете хорошо готовить, нет? Нет, она говорила, найди себе молодую. Я говорю, ты себе молодого найди. А сам старая была у вас? Да нет, на год младше. Но вы же с ней не были официально женаты, правда? Нет, мы же официально женаты были. А вы были официально женаты? Я потом, я подождал два месяца, всё, я говорю, давай разведёмся. Нет, тебе надо, ты разводись. Ну чё, и пошёл развёлся. Так хотела, чтобы он работал, зарабатывал. Это хочет, чтобы тоже куча денег и всего остального носил, одевал, обувал. Семью содержал, и всё, они будут сидеть дома. А потом вещи собирать и уходить. Андрюша, смотрите, к 37 годам у вас два брака, да, было официально? Да, да. И от первого брак у вас ребёнок, или от второго? Да, от первого. А второго кот? А второго кот, да. Не, её сын был, сейчас 16 лет он уже. Вы его воспитывали? Да. Сколько лет? Ну, 8 лет мы прожили вместе. Ну, нормальные отношения с мальчиком? Ну, нормально всё. А вот когда вы расстались с женщиной, с ребёнком тоже расстались? Ну, а как, она его с собой забрала, и всё. Не созваниваете с ним никак? Нет. А с ребёнком от первого брака общаетесь? Нет, там тоже не общаемся. Она, первая жена, вышла там, второй раз замуж, и всё. Слушайте, а что это она вдруг с сыном вернулась, чтобы шубу свою забрать? Что-то у вас не всё там так? Ну, как же, ей покупали шубу эту. Она и приехала. Она её забыла, да? Да. А что там звёзды, Василис, подсказывает? А что у меня как-то своя версия? У меня проблемы с алкоголем версии, на самом деле. Бисекстиль, Нептун в вершине бисекстиля. Не, ну, алкоголь как это? Выпить бутылку пива вечером, это как это? Можно алкоголем считать или нет? Если каждый вечер, если ещё отлакировать коньячком, то точно можно. Нет, ну, во-первых, это коньячком лакировать, это потому что на работу надо идти. Мы лаком только лакируем там, мы мебель реставрируем. Ну, хорошо, будем всё-таки рассчитывать на то, что преодолевается природа пагубная. Значит, выпивает, такое ей точно не нужно. А почему у вас не было попыток общения с вашими детьми? Ну, в смысле, с первым вашим ребёнком, во-первых, браком? Она вышла замуж, и я просто не знаю, где она сейчас. Она с квартиры съехала. А вы же ли не хотелось найти ребёнка, общаться, всё-таки кровь ваша? Оля, а вы хотите, чтобы ваш супруг, если есть дети, общался и делил время, которое предназначено вам, ещё и с детьми? Вы это вы хотите? Понимаете, дети и жена, это несколько разные вещи. Послушайте, не нужно ничего, вот, знаешь, как говорится, мысли имеют свойство материализоваться. Сейчас накаркаете. Нет, я не против, если у него есть дети от первого брака, то я не могу противиться этому. Это его дети. Это нельзя считать. Просто ты же сказал, что жениться надо на сироте, ты ещё скажи. Ну, а почему, был бы здоровый. Чтобы он ни маме, ни папе, ни бывшим детям от предыдущих браков не уделял бы внимания. Мне кажется, что человек... Ну, это очень неплохо. Да, если что, мы эстичны. Это неплохо, честно. Какие вы змеи. Ну, знаешь, змеи, не змеи, но... Ну, смотрим реально. Ну, честно, гипотетически, да. Покажите сюрприз, который приготовили. АПЛОДИСМЕНТЫ О, ты посмотри-ка, прямо все. А приятно, действительно, все... Хозяйки Медной горы. Да, да, да. ...через нас сначала проходят. Приятно. Извини. Какая красавица. Неужели умру когда-нибудь, а? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что, говорит Данила Мастер, выходит у тебя каменный цветок-то? Выходит, выходит. Все задарили подарками. Теперь только украшения собирай. Да. Спасибо, Андрюш. Забирайте свою подружку и проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ты молодец. Что, девчонки, почему они все приходят с подружками? А что же вы спросили, кстати говоря? Я порывалась спросить. Ну, почему-то третий человек и с подружкой. Ну, вас это смущает? Ну, вообще, на самом деле, да. Ну, а с кем приходить еще? На самом деле, он не несет ответственность. То есть, два брака за плечами. Ни с кем не общается. Ну, и годков на мал, 37 уже. А что, котик, ты живой? За котик несет ответственность. Как ты безответственная. Котик-то живой? А ребенок? А ребенок? Ну, задан вопрос, общается ли он со своим родным ребенком? Он сказал нет. А желания не было? Нет. Понимаешь, вот этот ответ говорит о человеке. А что, взяла и увезла? И чего он теперь должен? Наискать, что ли, этого ребенка? Ой, это лично искала. Ну, прямо должен. Вам-то понравилось, Ольга? Не нравится? Давай шкатулку в зад. Роза, тебе понравилось? Смотрите, как она за подарок хватает. Да представляешь? Ручки-то у нее вот такие, вот загребущие-то. Роза, а что, мне понравилось? Да, юпери. Беги. Молодец, молодец. Андрюша мне понравился. И по возрасту нам, в принципе, подходит. А то, что он такой неухоженный, значит, правильно. Зря вы смотрите на подругу. Когда мужчина вот такой приходит, приходит просто никакой. Значит, точно, женщины за спиной нет. А благообразите. Вот правильно говорит, Роза. Потому что все в семье зависит от женщины. И как мужчина выглядит, и что он делает, и как он делает. Более того, руки есть, руками делает. Вообще идеальный муж. Сидит там себе в мастерской, что-то точит и так далее. Роза, вот мне мысль такая пришла. Вот ты у нас сейчас не замужем. И по возрасту он тебе вот. И не старый, но и уже не юн. И с опытом. И глаз у тебя загорелся. Может, ну ее эту Олю. Он мебель опять же Роз делает. Ты сама говорила, делал полезно. И тебе это приятно. Нет, у меня главная дача есть. В уши самое хорошее. И гнездо ромтовое. Мне как раз гнездо надо свить. Так что, я не знаю, если сегодня вы разбредете, девчонки, по комнатам, будет хорошо уже Роза. Хотя, честно, я тебе хочу сказать, в статусе разведенки ты мне больше нравишься, комфортнее. Что, с Розой сосла? Роза может тоже быть, да. Девчонки, кто из женихов понравился больше? Кого рекомендуете? Николай. Тоже Николай. Ну, как тебе, Оля, понравилось хоть невеста или нет? Да, мне очень понравилось. Как ты расценишь наши шансы? Придет она, выберет нас? Ты знаешь, по сравнению со всеми, я думаю, придет все-таки. Мне кажется, Николай хорош на перспективу. Мне понравилось то, что на подарки хорошие дарят. Так что в хороших руках, у хорошей женщины данный мужчина может далеко пойти. Я тоже за Николая. А если она, допустим, выберет тебя, как ты ответишь? Ей взаимностью? Взаимностью. Взаимностью. Вы такая, какая есть, вы не поменяетесь. Дело не в том, что вы в непривычной обстановке, и что камеры, и что ситуация. Вы холодная, вы рассудочная. Это неплохо. Многие мужчины любят именно такой тип, как ваш. Поэтому я присоединяюсь и к девушкам, и к Розе. Николай, мне кажется, вы абсолютно его тип. Василиса. Я бы сказала, что и Николай ваш тип тоже. Потому что вы могли бы сойтись вместе, и я бы даже вас видела вместе большой перспективой. И внешний похожий. Да, первые 20 конфликтов будут сложные. Могу сказать так. И, в общем, вы рискуете именно на первом этапе отношений разойтись. Но если сможете найти в себе душевную силу держаться и заинтересоваться друг другом глубже, попытаться еще копать, попытаться все-таки терпеть неправильно, будет сказано, попытаться притираться друг к другу, и он, и вы, если это будете по-настоящему делать, то потом откроете, что это тот тип мужчины, который вас как раз и радует. Поэтому я за Николая. Слушайте свое сердце, оно вас не обманет. Проходите в комнату к своему жениху. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 4-4. Элла, 30 лет, номер 1728. Риэлтор в сфере элитной недвижимости. Ищет мужчину, который обеспечит комфортную жизнь их будущим детям. Юрий, 29 лет, номер 1729. Бизнесмен. Ищет творческую, неординарную и уверенную в себе девушку, которая разделит его увлечения. Мы не знаем, выйдет только одна из избранников. Я приглашаю всех выходить и давайте ее поддержим. Привет, психолог. Очень приятно. Спасибо. Общаемся. Общаемся. У нас есть пара Ольга и Николай. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Спасибо. Юка Лемона, не надо мне так смотреть. Сейчас глазки так выдавлю. Не надо. Обе мои бабки были баксы. Баксы – это человек, общающийся с духами. А, я думала, баксы – это в смысле предпочтение в валюте. Тут у нас всякое такое, а тут у нас змеи там всякое разное. И главное еще – это уже был опыт. Бориса может управлять людьми. Это у меня есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.